Доброе утро, дорогие друзья. И вот опять пятница. Опять пятница, но уже недельной главы Рье. Есть люди, которым трудно поверить, что наш мир преддверие мира градущего. Я бы им посоветовал хотя бы, ну как предположение, допустить, а вдруг это правда. Ведь человек, если услышал, что где-то в 100 километрах отсюда зарыт клад, и начинает сомневаться там все это, но дорога его идет мимо этого клада, он все равно заедет посмотреть. А если нет, то будет все время думать, там правильно я сделал, неправильно. Даже сейчас, если вы все-таки сомневаетесь в существовании будущего мира, в систему награды и наказания. Надо вести себя так, как будто вы в этом уверены. Потому что иначе через 120 лет выяснится, что если так, то враты эти закрыты перед человеком. Его постигает громадное разочарование, ну вот уже на века. Работа над собой, это умение исправлять различные негативы. Это умение исправить какие-то черты характера. У всех оно по-разному. Давайте возьмем нашу недельную главу умение прощать. Ведь мы обращаемся всеми к Богу, прости, прости, а мы сами умеем прощать. В этой недельной главе Моисей говорит евреям следующее, в качестве контраста к жестоковыйности. Он говорит о величии Бога с одной стороны и о готовности его прощать с другой стороны. Поэтому урок номер один, который мы должны запомнить, всегда величие идет рука об руку с умением прощать. Обратите внимание, когда про Бога говорит, что он там великий, а потом говорит, вершит суд сироты и вдовы. Но логика подсказывает, что в данном контексте было бы уместнее сказать, что он судит царей, богачей. А Раша говорит, нет, там где величие, там и скромность. Они идут вместе. И вот, вы знаете, об умении прощать. В своей частной жизни человек обязан уметь хоронить то, что должно быть похоронено. Есть люди, способные всю жизнь хранить в сердце обиду и терпеливо ожидать возможности ответить злом на зло, которое обидчики сделали. Но надо учиться забывать обиды, поскольку жизнь в миллион раз важнее этого. Человек всю жизнь, которого проходит в ожидании возможности отомстить врагам, живет не своей жизнью, а жизнью собственных врагов. Такая жизнь не стоит жизни. И не зря говорят, если человек кого-то ненавиден, он позволяет кому-то жить в своей голове. Вы знаете, мы вообще вот так не уверены в нашем будущем, что просто не в состоянии чистосердечно, радостно, искренне радоваться настоящему. Вот это колоссальная беда. Нас вечно гложет беспокойство о том, чего у нас пока нет или что там будет. Из-за этого мы не радуемся тому, что у нас есть. Наше достояние, любое, доллар или миллион, или домик, или что, оно является постепенно протухшим и червивым, потому что в сущности получается, что чем больше мы имеем, тем больше страшит нас мысль это потерять. В этой недельной главе я уже говорил, много говорится о дздаке. Но дздака начинается с близких написано. А кто самый близкий? Самый близкий человек это он сам. Поэтому уместно говорить о дздаке самому себе. То есть 10% времени ты должен отдать на внутреннюю работу. Я не хочу сегодня считать, мы вернемся к этому вопросу, но трагедия. Очень много времени человек теряет и не вставляет их в шашечку мира, и он остается без поддержки самого себя. Мы с вами в двух шагах от шабата. В шабате заложено очень много идей. Но, пожалуй, самое распространенное из них говорит, что этот день представляет собой конечную точку. Так называемый тахлит процесса. Недельные будни это период работы, строительства. В шабат строительство прекращается. Мы начинаем осознавать его значение. Мы испытываем чувство удовлетворенности от того, что достигли за неделю. Шабат это не отдых и безделье. Это празднование успешно завершенного работы за неделю. Обратите внимание, вместе с шабатом всегда Тора упоминает шесть дней работы. Шесть дней работы и седьмой отдыхать. Идея очень ясная. Шабат приходит только после работы. И благодаря ей. Каждый процесс должен иметь завершение, наполняющее смыслом. Шабат учит нас важные вещи, что всякая работа должна иметь цель. Путешественник не просто блуждает, он идет куда-то. Коммерческая фирма не на обум, а стремится вести по определенному плану. Наша жизнь заслуживает, чтобы мы имели не менее четкий планомерный план управления своей, своей душой. Постройте себя. Скажите, вот это я сделаю в этом году. Вот это я сделаю тогда. Ну и наверное последнее на сегодня. Адаму после греха был задан вопрос. Где ты? Бог спросил, где ты? И вот этот вопрос, где ты, где ты находишься сейчас, задается постоянному каждому человеку. Ежедневно. Как самому великому, так и маленькому. Нам надо понять, где мы находимся вот в этот момент, какой дорогой мы идем, направление дороги. Вот в этот момент в нашей жизни. Идем мы к хорошему результату, или мы блуждаем где-то в потемках. Куда мы идем и где мы находимся? Вот вопрос, который надо обдумать. Особенно перед этим шаббатом, когда мы с вами благословляем уже шаббат Мевархим. Следующий месяц Илул, который подведет нас к Рошашана и приговору наверху. Брахава Ацлаха, хорошего вам шаббата и хорошего вам Иллуга уже. Брахава Ацлаха.